Здрасте! Всем, друзья, приветуреньки! Продолжаем играть в ферму. Я от родная долина. Мне кажется, надо отсюда вывести силос и закинуть еще травы. Давай, друг, погнал. Так вот, друзья, что у нас происходит на нашей ферме. В общем-то, созрели у нас поля, здесь у нас растет клюква. И сейчас мы поставим это все дело на уборку. Насколько я понимаю, клюквы будет не сильно много и она не сильно дорогая, но что-то мне захотелось вырастить именно клюкву. Как обычно, только предварительно надо комбайн заправить, потому что в прошлый раз мы его заправили перед уборкой, потом убирали в два комбайна, и полбака все равно сожралось. А сейчас два комбайна убирать не будем. Будем одним справляться. Поэтому заправляем его. Выбираем ему сразу же поле номер 37. Да, здесь у нас все стандартно. Отцепляем жатку, разворачиваем комбайн, сносим трубой знак, он не нужен здесь. Цепляем жатку и рисуем товарищу Курсплей. Самый-самый простой. И отправляем его работать со стартовой точки. Он, в общем-то, собирает нам эту самую клюкву. И да, ее здесь прям совсем немного будет. Но ничего страшного. Какая же разница все-таки? Также, друзья, ставим вот этого мана на то же самое поле. Пускай он идет, работает и они, в общем-то, все у них хорошо будет. Также, кстати, в прошлой серии мы поставили сарай с динамитом. Он, в общем-то, забился. Вон стоят 12, вот этих, я не знаю, динамитин, 12 зарядов. Удобрения дизель до конца не израсходовались, так что, в общем-то, все нормально. Когда-нибудь, может быть, он нам понадобится и он у нас будет. Также, друзья, вкратце по нашим заводикам давайте пробежимся. Клеевой завод тут, в общем-то, с ресурсами все хорошо. Хотя, на самом деле, карбонат кальция, наверное, можно и привезти было бы. И смолу тоже можно было бы привезти. Но, друзья, я это потом сделаю. Клей уже 66 кубов насобиралось. В основном, клей у нас используется на заводе гипсокартона. Завод гипсокартона у нас тоже там все хорошо. Клей еще 10 кубов осталось, в принципе, можно докинуть. Тут по ресурсам тоже все хорошо, всего хватает. Гипсокартон у нас заполнился, завод стоит. Стоит как бы и фиг с ним. Далее, наши дела на лесопилке. Поставили мы прошлый раз щипа-дробилку. Я ее два раза заполнял. Она два раза полностью переработалась. Перерабатывается моментально. Щипа, если что, 90 кубов есть. Может быть, вывезем. Короче, все излишки досок будем закидывать туда. На камне-дробилке дизеля хватает. Камень опять забился. В общем-то, производство все уже так. Можно потихоньку это дело вывозить будет. Но вот во время посевной я этим и займусь. На лесопилке у нас бревен хватает. Можно уже даже смолы прицеп отсюда вывезти. Щипы, в принципе, тоже прилично. Доски можно будет закинуть еще подробилку. Бревен хватает, угля хватает. Хотя угля можно даже прицепчик и привезти будет сюда. Производство поддонов, друзья, у нас стоит. А я его опять забил, пока поддоны нигде не используются. Производство планок. 26 кубов планок есть. 60 кубов досок есть. Так что тут все нормально. Производство ДСП у нас стоит. Щипы тут хватает. Клей, если что, есть. Если что, потом запустить. Ну и производство бумаги, друзья. Работает оно медленно. Но, в общем-то, я его так потихонечку поддерживаю. Плюс отсюда надо будет бумаги на завод ДСП, не ДСП, а этого гипсокартона вывезти. Так что, в общем-то, в принципе, все понятно. Все хорошо. Можем спокойно развлекаться дальше. А с чем, друзья, мы будем сегодня развлекаться? Разумеется, в позапрошлой серии мы ставили стройку, запускали стройку цементного завода. Ща я до него добегу, перелезу здесь по-быстрому. Все, во. Смотрите, какая большая дура у нас здесь построилась. Завод большой. Понятно, ресурсы мы сюда еще не привезли, поэтому он стоит. Цементный завод. Большой, зараза. В общем, что нам надо сюда будет возить? Нам надо будет сюда возить известняк. Это мы делаем по автодрайву. Уголь. Это мы тоже будем делать по автодрайву. Песок и гравий. Это мы тоже будем делать по автодрайву. И вода. Это мы тоже будем делать по автодрайву. То есть, этот завод у нас будет полностью обеспечен автодрайвом. И это прекрасно. Поддоны никакие возить сюда не надо. Бздынь. Что у нас тут много всего? Какие-то вот эти вот штуки есть. И где-то там можно ходить. Что-то, может быть, сюда будет выгружаться. Или что-то здесь будет копиться. Скорее всего, да. Здесь у нас будут появляться поддоны, чисто анимация с всякими производимыми штуками. После чего они будут появляться у нас здесь. Когда мы будем все это дело выгружать. И где-то здесь еще есть, должна быть кнопочка. Чтобы вот это вот все дело, видите, сверху такой вот штырек, я не знаю как сказать. Планка такая белая. Она будет... А, вот кнопочка есть. Мы так на нее подходим, нажимаем. И у нас закрывается вот эта штука, нам надо не это. Мы на нее, бздынь, нажимаем. И вот эта штука будет вот эти вот поддоны, или то, что здесь будет появляться, загружать нам вот так вот на платформу. Мы сюда ее подгоняем, и у нас здесь все будет классно работать. Прикольно, в общем-то, сделано. Мне нравится. Также можно сюда зайти. Здесь, видимо, какой-то, я не знаю, офис. Нет, тоже зона погрузки. Офиса, видимо, никакого нету на таком большом заводе. Ну, нету так нету. Ничего страшного. Может быть, где-нибудь в другом здании, потому что там есть еще места всякие. А, нет, здесь у нас идет уже производство. Здесь все будет смешиваться в нужных пропорциях и делаться цемент. Короче, большой такой заводик. Сделан довольно-таки симпатично. Мне нравится. Возможно, цемент можно возить в бетономешалке. Ну, или цементовоз, как это правильно называется. Но в грузовиках такого нету. В прицепах такого тоже нету. В общем-то, я такого не видел. Может быть, я слепой не обнаружил это нигде. Но, ладно, потом разберемся. Так вот, друзья, наша задача сегодня прописать здесь автодрайв и привезти все необходимые ресурсы. Кстати, что у нас здесь производится? У нас здесь производится цемент, ЖБ-блоки, брусчатка, ЖБ-барьеры, ну и мусор, соответственно. Но есть еще линия, она называется расширенное производство цемента. То есть, если мы сюда, кроме всего прочего, добавим еще мешков, то цемент будет производиться быстрее. Вот так. Привезти сюда можно 100 кубов угля, 500 кубов песка, 500 кубов гравия и 250 кубов известняка. Ну и воды 500 кубов. Я, друзья, уже предварительно отправил сюда ДжСиБишку, но едет она крайне долго. И зачем-то я загрузил в нее песок, когда надо было загружать в нее известняк. Ну, ладно уже. Дело в том, что маршрут проходит по горам, а песок тяжелый, поэтому едет она сюда реально очень долго. Но сейчас она сюда приедет, и мы по-быстрому сделаем здесь автодрайв. Пока что только на выгрузку, с загрузкой пока не знаю, как делать. Хотя, с другой стороны, здесь вот сквозной маршрут такой сделать, чтобы точка загрузки была, тоже вполне себе можно. И, друзья, мы запускаем это производство. И рядом у нас есть еще сталелитейный завод. Сюда мы привезли все ресурсы, которые у нас уже были, уже полностью забили. Все остальное будет делаться слева на цементном заводе. Поэтому мы запускаем, и как только уже появятся первые поддоны, которые можно будет выгружать, у нас сразу же запускается, по сути дела, строительство сталелитейного завода. Что, конечно же, не может не радовать. Ну, вот она и приперлась сюда. Да, ехала, конечно, долго, но ладно. Давайте вот это по-быстрому выгрузим. Песочек выгружаем вот сюда. Здесь его может лежать довольно много. Хотя все емкости здесь одинаковые, но я имею в виду по размеру. Я имею в виду внешне по размеру. Но на самом деле все немножко не так. Давайте прицеп мы отставим в сторону. И, в общем-то, запишем курс. И, в общем-то, запишем курс. Продолжение следует... Ну, как-то так. Такая вот схема у нас получилась. Выгрузки все есть. Причем я сделал их все отдельные. То есть, можно было просто проехать по всем триггерам. И, скорее всего, оно бы выгрузилось. Но мне захотелось сделать именно так. Далее, друзья, давайте также сделаем точку на зону погрузки цемента. Тут вот все криво было справа, потому что стоял забор. Сейчас забора нет, можно выровнять. Сделаем точку загрузки цемента для платформы. Чтобы она туда заезжала и забирала оттуда все. А также сделаем точку. На всякий случай, я не знаю, будет ли это работать когда-нибудь. Но, типа, лишним не будет. Сделать несложно. Мало ли, как потом, когда-нибудь у нас появится бетономешалка. Она здесь есть и еще что-нибудь. Я просто пока еще не разобрался с этим вопросом. Может быть, в комментариях мне, кстати, и напишут, где ее взять. Продолжение следует... Ну, друзья, как-то так вот получилось. Давайте создадим для этого всего дела у нас папочку. Пускай эта папка будет называться цемент-сталь. Потому что сталелитейный завод у нас тоже здесь. И будем это все закидывать туда. И теперь все вот эти вот созданные точки мы закидываем в цемент-сталь. Готово. Теперь у нас это все находится здесь. Ну и давайте, в общем-то, запускать технику, которая будет сюда все вот это вот дело возить. Пока что, друзья, разумеется, обойдемся без мешков. Все будет как есть. Ну и проверяем, чтобы это все дело работало. Значит, JCB-шка, ты будешь возить известняк. А все будем забирать у нас на базе. У нас на базе это все есть. Посмотрим еще, друзья, на расход известняка. Возможно, придется купить какую-нибудь вот такую вот шахту с известняком. И тогда линию производства на камне-дробилке мы закроем. Потому что будем обеспечены здесь по самой... Ну, в общем-то, вы поняли. Так вот, ты едешь на базу. Элеватор, карьер, загрузка. Забираешь известняк и везешь его на известняк. Логично. Известняк. Едешь ты пять раз. Топлива у тебя на все это дело хватит. Ездить тебе долго. Но что поделать? Этого отправили. Известняк скоро приедет. Возвращаемся, друзья, на базу. Ман, у тебя, конечно, емкость 520 кубов, а не 500, как надо бы. Но ладно, что поделать. Ты у нас, дружище, повезешь гравий. А потом второй раз поедешь, повезешь песок добить. Сейчас по максимуму все забьем. Гравий. Один раз. Погнал. Далее. Вот эта вот маленькая вот пупуська. Ей тоже, друзья, найдется работа. Она, друзья, повезет уголь. Угля там надо немного, всего 100 кубов. В общем-то, 7 раз съездит и привезет. Так у него с топляком проблемы. Давайте отправим его на 4 раза. Даже на 3. Или давайте его просто заправим. Че уж тут это самое. Хотя мне, конечно, нравится, когда все это в автоматизме происходит. Когда оно само ездит, заправляется и все там хорошо. Но, видимо, сегодня придется воспользоваться ручной заправкой. А че он не видит триггер? Или у нас здесь топливо кончилось? Я в это верю, в принципе. Комбайн же мы здесь часто заправляем, а там почти по кубу. Да, топливо закончилось. Черт. Надо будет как-нибудь съездить, заправить топливо здесь. Ну ладно. Значит, и есть на элеватор. И все-таки 3 раза. Чуть что, угля потом. Я не думаю, что он будет быстро израсходоваться. Так что все должно быть нормально. Это мы все отправили. Еще воду, друзья, надо. Воду будешь возить ты. Воды, кстати, скорее всего, надо будет немало. Воды там влазит 500 кубов. Этот чел может везти только 30. То есть 10 поездок это 300 кубов. Так что давай, в общем-то, катайся. Только я опять не тот режим поставил. Это нормально. Вот, в общем-то, ждем, пока они это все привезут. Смотрим работоспособность триггеров. Запускаем завод и как-то так. А еще, кстати, возможно, можно уже, возможно, можно, да. Ставить сейлку. Давайте поставим. Что мы будем сеять? Кстати, известь, наверное, что же надо. Да. Нужна уже известь. Ну ладно, известь можно и потом. После посева будет посыпать. Не проблема. Что же мы будем сеять? А я не в ту штуку сел. Я говорил, что мы купим новую посыпалку извести. Но мы, друзья, в этом сезоне не будем этого делать. Я решил, у нас в следующем сезоне будет обновление техники. Давайте просто посеим. Не знаю почему, но вот мне захотелось. Если мы сейчас, друзья, запустим стройку завода. И он будет строиться так же быстро, как и цементный завод. То, соответственно, завтра утром он у нас уже будет запущен. Ну, точнее, построен, и мы его будем запускать. Давай, друг, погнал. Ты у нас здесь все сей. Поле 36. Пускай у тебя будет точка. И здесь все потом как-нибудь посыплю. Это не проблема. У меня на это целые сутки. Ты что, дружище, серьезно? Настолько далеко пролетаешь? Больше 25 метров. Никогда в жизни в это не поверю. Давай еще раз тогда. Пытайся загрузиться. А вот, друзья, и первые бедолаги. И приезжают как раз две фуры. Они первые. Они ездят быстрее, чем трактора. Так что они разгрузятся первыми. Я надеюсь, проблем у них никаких с этим не возникнет. И вот, друзья, чтобы они вот так вот могли... Ага. Торопышка, однако. Ну, в общем, чтобы они могли вот так вот друг другу не мешать. И обгонять здесь, грубо говоря, друг друга. Так, вода пошла. Гравий пошел. Отлично. И за водой тоже чел уехал. А так ему пришлось бы, если бы я вот одну линию здесь прописал, то ему пришлось бы ждать, пока разгрузится гравий. И только потом ехать разгружать воду. Вот. Это работает. Это меня радует. Сейчас ждем, пока приедет уголь. А GCP-шка еще даже не доехала до зоны загрузки известняка. Давайте этому челу мы, кстати, сразу поставим песок. А, поставим песок. Кому надо будет ехать выгружаться на базу сейчас. Элеватор, карьер, выгрузка. Ты едешь туда. Да, 20 кубов тебе осталось. Ничего страшного. Едь, выгружай на элеватор. Потом точно таким же образом привезем сюда еще и песочек. Чтобы забить его до конца быстро. Хотя, с другой стороны, на самом деле, может быть, с учетом того, что нам сейчас главное его запустить. А потом все равно еще долго будет посев. Пока я там с остальными производствами буду разбираться. Автодрайв запущу. И он тут даже GCP-шка может смело накатать. Или ман, который 270 кубов. Ему будет проще. Рискать много гравия мы отсюда уже вывезли, да? 3 миллиона литров, если что. И настройку сколько там? 100 кубов надо было. Тракторенок маленький приехал. Он у нас привез уголь. Должен выгрузиться. Крышку снял, значит, триггер увидел. Уже хорошо. Бздынь. Выгрузка пошла. Отлично. Уголь привезли. Остался только лишь известняк. Ждем GCP-шку. Еще, друзья, я сюда отправил платформу. Посмотреть, как она там будет останавливаться. Чуть что, в общем-то, можно будет подправить точку остановки. И чтобы платформа стояла там, где вот она должна стоять. С другой стороны, там все равно будет использоваться автопогрузка. Поэтому плюс-минус, оно и так должно будет залетать без проблем. Я надеюсь. Но хочется сделать, чтобы все было по красоте. Поэтому смотрим. Проверяем. Он сюда попадает. Попадает нормально. И останавливается он, ну скажем так, чуть дальше, чем хотелось бы. Значит, вот эту точку надо закинуть чуть-чуть назад. Например, вот сюда. Вроде как похоже на правду. Давайте, в общем-то, этого челика отправим еще раз сюда подъехать. Ну давай. Покажи, на что способен. Бздынь. Остановился то, что надо, по-моему. Да, шикарно. Да, шикарно. Я думаю, что это довольно правильное решение будет. И выйдет первым. И выйдет первым. Все по 5 кубов в час. Все по 5 кубов в час производится. Это же прекрасно. Значит, пускай они катаются. Идет уборка, друзья. Мы с вами встретимся через часик, когда все вот это вот дело произведется. Сколько-то. И можно будет закинуть все вот это вот дело на стройку вот этого завода. Так, друзья. Часа даже еще не прошло. У нас уже есть по 4 куба тут всякого разного. Мусора как-то что-то прям много. 500 литров уже. И 70 кубов можно всего лишь его забить. Ну ладно. Друзья, поддона здесь по 2 куба, насколько я понимаю. Поэтому выгружаем цемент. Выгружаем ЖБ-блоки. И выгружаем брусчатку. ЖБ-барьеры нам пока не надо. Да и они не выгружаются. Видимо, там поддончики-то побольше. Барьеры. Все это вот на таких вот поддонах у нас. Мы, друзья, нажимаем вот эту вот кнопочку. Во, понеслась. И сейчас эти самые поддоны запрыгнут к нам на прицепчик. Бздынь. Все попрыгало. Отлично. Теперь на этой самой машинке мы это все дело выгрузим на нашу стройку. Поддоны эти все по 2 куба. То есть там надо по 50 кубов, по-моему, всего. То есть по 25 вот таких вот поддонов. Так, стой, друг. Выгружаем все это дело налево. Бздынь. Оно все попадало, чем с разной скоростью. Смотрим. И всего, в общем-то, по 4 куба мы привезли. По 8%. То есть да. 25 вот таких вот поддонов. И все у нас будет хорошо. Так что, друзья, стройку мы запустили. Она идет 2000 литров в час. А всего 50 тысяч литров. То есть 25 часов понадобится на эту стройку. Это значит, что в следующей серии в 10 часов утра уже все будет построено. Я надеюсь, что к тому моменту у нас созреет урожай. Поэтому все у нас будет хорошо. На этом, друзья, эту серию мы закончим. За кадром все как обычно. Поддерживаю предприятие. Посев вот это вот все дело. Уже даже первые вот стенки начали появляться. Поддерживаю, в общем-то, все наши производства. Плюс слежу вот за этими, за новыми. Поддерживаю стройку. Ну и в следующей серии тогда запускаем уже последнее предприятие, которое нам потребуется для строительства мостов. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте, что если вы не подписаны на канал, то надо подписаться. Иначе вы пропустите какой-нибудь интересный видосик. И лайки тоже ставить не забываем. И в комментариях тоже что-нибудь черканите. А если вам не втерпешь посмотреть следующую серию, то это сделать можно на бусте. А тем, кто уже там подписан, тем, ребята, огромнейшее спасибо за поддержку. На этом, друзья, у меня все. С вами был Никита Дилей. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем покаки.